Казахстан и Великобритания будут работать вместе, чтобы бороться с глобальными вызовами финансовой устойчивости. Об этом в интервью Жебек Жола рассказал эксперт по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем Эндрю Маккей. В рамках визита торгового посланника премьер-министра Великобритании Эммы Николсон, британские эксперты делятся своим опытом в сфере борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег с казахстанскими партнерами. Как дальше будет развиваться сотрудничество в этой сфере с Великобританией? Мы задали свои вопросы Эндрю Маккейу. Предлагаем послушать фрагмент интервью. Здравствуйте, мистер Маккей. Благодарим, что присоединились к нам. Скажите, какова главная цель проекта по усилению стабильности финансовой системы Казахстана, финансируемая британским правительством? Здравствуйте, спасибо за вопрос. Я в Казахстане второй раз. Впервые приехал сюда несколько недель назад. Тогда мы собирали данные и проводили начальный обзор рынка, а также продолжили работу с нашими партнерами. Если говорить о проекте, который финансирует посольство Великобритании в Казахстане, то он направлен на усиление стабильной работы финансовой системы Казахстана в частном и государственном секторах. Мы сконцентрированы на уменьшении рисков незаконных операций с финансами. Здесь мы будем повышать понимание того, что может попасть под категорию финансовых преступлений и каковы механизмы выявления и противодействия таким преступлениям. Почему для правительства Великобритании важно вносить вклад в улучшение механизма противостояния незаконной финансовой деятельности именно в нашей стране? В Великобритании имеет крепкие партнерские отношения с Казахстаном. Вы знаете, что в эти дни с визитом в вашей стране находится торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон. Мы видим и дальнейшее усиление партнерства, торговых отношений между нашими странами. И в этом контексте очень важно, чтобы в двух юрисдикциях было полное понимание всех возможных рисков, включая тех, что связаны с финансовыми и бизнес-процессами. И мы хотим быть уверенными, что обе стороны готовы проявить устойчивость к любым таким рискам. Насколько вам известно, президент Казахстана объявил о масштабной программе по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов. Расследование идет по линии Казахстанской антикоррупционной службы и Генеральной прокуратуры. Скажите, вы работаете над этим вопросом со своими казахстанскими коллегами? Фокус нашего проекта больше направлен на противодействие мошенничеству на финансовом рынке. Сейчас такие преступления являются самыми распространенными в Европе и Великобритании. И это очень важно, уметь выявлять и противостоять им с точки зрения доверия рынка и инвестиций в экономику. Мы не занимаемся возвратом активов как таковым, но я считаю, что возврат и восстановление активов станет приоритетом в последующие годы для администрации президента. Какие действия необходимы для уменьшения рисков незаконного финансирования? Каким образом здесь выстраивается партнерство с британскими коллегами? Финансовые преступления – это проблема ни одного конкретного рынка. С ними могут столкнуться любые финансовые системы мира. Если мы, к примеру, говорим об организованной преступности, то тут мы сталкиваемся, что такая деятельность может вестись на разных территориях, юрисдикциях и даже континентах. Главный и самый важный аспект противодействия таким преступлениям – взаимная и тесная работа частного и государственного секторов. Нужно выстраивать партнерские взаимоотношения, делясь информацией, экспертизой и доступом к ресурсам. Только так возможно прийти к общему пониманию и противодействовать любым незаконным действиям. Однако все это притворить в реальность не так-то просто, поэтому здесь должна быть проделана большая работа. Необходима законодательная и ресурсная базы, доступ к технологиям, ведь речь идет о защите клиентских данных и данных граждан страны. Великобритания имеет передовой опыт в борьбе с отмыванием денег и в финансовом мошенничестве. Как Казахстан и Великобритания будут усиливать сотрудничество в этой сфере. Да, Великобритания имеет большой опыт в борьбе с финансовыми преступлениями. Эффективнее всего работает механизм взаимодействия частного и государственного секторов экономики. Программа, которая была запущена еще в 2015 году в нашей стране, позволяет правительству и бизнесу делиться информацией, которая помогает не только налаживать связь, но и укреплять понимание любых финансовых рисков, а значит дает возможность совместными усилиями противостоять им. В этом же направлении мы планируем сотрудничество с Казахстаном. Для нас важно делиться нашими накопленными знаниями и опытом в этой сфере с нашими казахстанскими партнерами. Правительство и частный сектор, чтобы противостоять нынешним вызовам, связанных с финансовым мошенничеством, финансированием терроризма, киберпреступлениями, должны работать вместе, чтобы обеспечить финансовую устойчивость и безопасность своих граждан. Спасибо большое, мистер Маккей, за ответы и интересную беседу.